Освободитель Болгарии от османского рабства Белый генерал Скобелев был верующим, весьма набожным человеком Он часто, подолгу, истово молился вслух А еще у Михаила Дмитриевича долгие годы жил говорящий попугай по кличке Кромка Именно он является главным героем этой истории Однажды Скобелеву подарили очень дорогую книгу на военную тематику После очередного изучения он оставил ее открытой на столе и отправился по своим служебным делам А когда вернулся, то с ужасом увидел, что уникальное, драгоценное и редчайшее издание Было порвано в клочья его любимым попугаем, который неизвестно как выбрался из клетки Праведному гневу генерала не было предела Он схватил мухобойку и стал гоняться за пернатым шкодником с криками «Убью!» Виноватая птица ловко залетела за шкаф и там спряталась Очень хитро и мудро поступила Достать ее оттуда не представлялось никакой возможности Ну что ж, генерал Скобелев, терпеливый и основательный военный, решил дождаться капитуляции Добровольной сдачи шалуна с повинной Он сел на диван напротив шкафа и стал терпеливо ждать, когда попугай выберется И вот примерно через полчаса из-за шкафа стали доноситься просительно покаянные слова «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!» Слова святой молитвы повторялись вновь и вновь «Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешного!» Попугай Кромко не просто запомнил слова, которые каждый вечер слышал от своего хозяина Он даже скопировал его интонацию И самое главное, из своего величайшего словарного запаса Он выбрал самую нужную в тот момент фразу и очень точно ее применил Мухобойка выпала из рук онемевшего от неожиданности генерала Сердце его дрогнуло и умилилось Бывалый человек, видевший многое в своей сложной жизни Старый воин Михаил Дмитриевич Скобелев расчувствовался и заплакал А потом крикнул за шкаф попугаю «Ладно, грешник, вылетай, ты помилован!» И уже через несколько мгновений умная птица радостно болтала на плече у белого генерала Мораль Молитесь правильно и будете услышаны Выдающийся военачальник, истинно верующий христианин Отчаянный храбрец и незаурядный мыслитель Разведчик Знавший согласно исследованиям ряда военных историков восемь языков И цитировавший Коран на арабском языке Михаил Дмитриевич Скобелев сделал для России и балканских славян Бесконечно много за свою короткую 38-летнюю жизнь Скобелев был известен не только как непобедимый полководец Но и как талантливый организатор, городостроитель, геополитик и дипломат Элита русской императорской армии, Академия Генштаба, которую он закончил Назвала его Суворову равным Современники говорили о нем как о военном гении с русским сердцем Имя русского воителя, не проигравшего ни одного из 70 сражений Пользовалась невероятной популярностью во всех слоях русского общества При жизни его именем называли площади и города О его подвигах и походах слагали песни Портрет белого генерала висел практически в каждой русской крестьянской избе Возле икон С его именем неразрывно связан ряд блестящих войсковых экспедиций в Туркестане В результате которых под подданство России попали обширные территории к северу От предгорей Памира и за Каспием Первое серьезное боевое крещение Скобелев получил во время похода русских войск на Хиву весной 1873-го Российское государство предприняло попытку разделаться с центром работорговли в Средней Азии Хивенское ханство в течение полутора веков было рынком сбыта русских невольников Со времен Екатерины II из бюджета выделялись огромные деньги для выкупа своих подданных из азиатского плена В 1875 году войска Скобелева разгромили 60-тысячную армию коканских повстанцев Их численность в 17 раз превышала количество русских войск Несмотря на это противник был разбит на голову Наши потери составили 6 человек За эти военные успехи Михаил Дмитриевич в возрасте 32-х лет был удостоен звания генерал-майора Благодаря руководству молодого генерала в Средней Азии было повсеместно упразднено рабство и торговля детьми Появилась почта и телеграф, началось строительство железной дороги Обожаемому простыми солдатами полководцу покорилась Средняя Азия и Центральная Азия Кокант, Хива, Ашхабад Вершиной его карьеры в Туркестане стала должность военного губернатора Ферганской области На которой он проявил себя как администратор Пройдя путь от военного разведчика до дипломата, а затем и администратора Скобелев – имя-символ русско-турецкой войны В 1876 году в Болгарии вспыхнуло народное восстание против Османского ига Сотни русских добровольцев, врачей и медсестер отправились на Балканы Восстание было потоплено в крови Турецкие войска вырезали десятки тысяч болгар Города были превращены в груды пепла Священникам и монахам отрубали головы Младенцев подбрасывали в воздух и ловили на штыки Император Александр II был потрясен жестокостью османцев И в 1877 году Россия объявила войну Турции А главным военным театром действия стала Болгария Скобелев не смог остаться в стороне от этих кровавых событий И в этом же году отправился в действующую армию Он участвовал во множестве боев, принесших победу над Османской империей Самые известные подвиги Скобелева в русско-турецкой войне Это разгром и пленение всей армии весь селя Паши И взятие двух крепостей во время штурма Плевны При этом генерал сам шел в атаку Впереди солдат под ураганным огнем противника Генерал организовал зимой очень сложный переход Через заснеженные Балканы Как в свое время Суворов через Альпы Ни один солдат, подчиненный белому генералу Во время похода не пострадал Не было ни одного обмороженного Несмотря на тяжелейшие условия Он заставлял каждого брать с собой хотя бы по одному полену И когда другие солдаты мерзли из-за того, что не могли развести костров Военные Скобелева были согреты и накормлены горячей едой С гор полки генерала спустились в тыл турок И застали врага врасплох Войска Скобелева с развернутыми знаменами и музыкой Нанесли сокрушительный удар Полностью развалив турецкую оборону Флен попало свыше 20 тысяч человек и 93 орудия Русские потеряли 5 тысяч Это была полная победа, открывавшая дорогу на Константинополь Война была выиграна Во время русско-турецкой войны Скобелев проявил полное понимание Национальных задач России Он знал, что для полной победы надо захватить и Константинополь, и проливы Иначе многочисленные жертвы были во многом напрасны Всего во время войны за освобождение балканских славян Погибло более 200 тысяч русских солдат и офицеров Михаил Дмитриевич дошел почти до Константинополя И был крайне огорчен, получив приказ остановиться По словам военного корреспондента Немировича Данченко Скобелев говорил о том, что мы бесплодно теряем время И результаты целой войны, не занимая его Даже когда османы возвели вокруг Стамбула новые укрепления Скобелев проводил демонстративные атаки и маневры Занимая вражеские позиции Скобелев говорил Я прямо предложил великому князю Самовольно, со своим отрядом занять Константинополь А на другой день пусть меня предадут в суду И расстреляют, лишь бы не отдавали его Но Петербург не был готов к такой блестящей победе Обеспеченной кровью и мужеством солдат Доблестью таких командиров, как Скобелев Российская элита не смогла взять на себя глобальную ответственность И бросить вызов западному проекту объединения человечества Всеславянское единство, на которое надеялся русский генерал Не родилось ни в русско-турецкую, ни в Первую мировую войну Это стало одной из причин падения Российской империи и династии Романовых Которые не смогли выйти за рамки западного проекта И единства с европейской цивилизацией После освобождения братских балканских народов От османского ига К генералу пришла популярность планетарного масштаба Скобелев стал первым губернатором освобожденной плевды Именно его почитали и в те времена, как освободителя Болгарии И по сию пору именно с его именем крепко связывают Освобождение этой страны от пятисотлетнего османского ига На родине Скобелева считали народным героем Ни один военачальник в русской истории не удостоился такого всенародного обожания Из книги Жульетты Адам Ламбер Скобелев был и останется героем России В последней турецкой войне под ним было убито восемь лошадей Можно было бы написать целый том о его изумительных подвигах Белый мундир, который он выбрал для себя Был вызовом неприятелю И никогда он не был даже обрызган кровью Говорят, что до него никогда не коснулась пуля Русский солдат, любящий все чудесное Верил в его неуязвимость И это обстоятельство еще более усиливало влияние генерала на их умы Всегда и всюду Скобелев прославлял русское имя С 1862 года этот победоносный воин прошел с русским знаменем через Кавказ, Туркестан, Болгарию, Китай и Румелию Цитата самого генерала Запад ошибается насчет России Нацию, состоящую из ста миллионов людей, способных жертвовать собой за идею, не так легко стереть Скобелев очень сочувствует славянофильским идеям Считает, что Россия должна быть собирательницей славянских земель И противостоять Германии Причем он видит обобщенную немецкую нацию скорее в культурных границах с Австро-Венгрией В январе 1882 года он произносит политическую речь, где говорит о негативном влиянии немцев в России, имея в виду внутренних немцев Его сравнивают с Ермоловым, который просил Александра I вместо материальной награды произвести его в немцы Скобелев предлагал взять у Запада все, чему он может научить Использовать уроки его истории, науки, но затем вытеснить у себя всякое главенство чужих, иностранных элементов Развязаться с холопством перед Западом Выступая перед серстскими студентами в Париже В феврале 1882 года Скобелев сказал Я вам скажу, я открою вам, почему Россия не всегда на высоте своих патриотических обязанностей вообще И своей славянской миссии в частности Это происходит от того, что как во внутренних, так и во внешних своих делах Россия в зависимости от чужого влияния У себя мы, не у себя Да, чужестранец проник всюду Во всем его рука Он одурачивает нас своей политикой Мы жертва его интриг Рабы его могущества Мы настолько подчинены и парализованы его бесконечным гибельным влиянием Что если когда-нибудь, рано или поздно, мы освободимся от него На что я надеюсь Мы сможем это сделать Не иначе, как с оружием в руках 25 июня 1882 года В возрасте 38 лет По пути в родное имение Спасское Рязанской губернии В Москве Он внезапно скончался Смерть генерала была очень загадочной И даже мистической Близкие к Михаилу Дмитриевичу люди утверждали Что генерал говорил об угрозах в свой адрес Тело Скобелева в гостинице Англии обнаружила дама Говорящая по-немецки Предположительно легкого поведения Учитывая негативное отношение генерала к германскому двору Такое совпадение было чрезвычайно странным Поговаривали, что в устранении гениального военачальника Который будто бы разработал победоносный план войны с немцами Приняла участие немецкая разведка Врач, производивший вскрытие тела Констатировал, что смерть наступила В результате внезапного паралича сердца Смерть непобедимого полководца Повергла в шок всю Россию Его похороны вылились В события общенационального масштаба Рязанский поэт и художник Яков Полонский так писал «Зачем толпой стоит народ? Чего в безмолвии он ждет? В чем горе? В чем недоумение? Ни крепость пала, ни сражение проиграно Пал Скобелев Не стало той силы, что была страшней Врагу десятка крепостей Той силы, что богатырей нам сказочных напоминала 26 июня тело положили в гроб В парадном генерал-адъютантском мундире От академии генштаба к гробу Был возложен венок с надписью Герою Михаилу Дмитриевичу Скобелеву Полководцу Суворову Равному Что происходило в эти дни в Москве Ярко изобразил Куприн Как вся Москва провожала его тело Вся Москва Это невозможно описать В домах остались лишь трехлетние дети И ненужные старики Ни певчих Ни погребального звона не было слышно За рыданиями Все плакали Офицеры и солдаты Старики и дети Студенты и мужики Барышни и мясники Слуги и господа Картину дополняет Немирович Данченко На площади уже целое море Народ на крышах домов На кремлевской стемне На фонарях Похороны стали чисто народными Вагоны наши двигались до Рязани По коридору Образованному массами народа Это было что-то До тех пор неслыханное Крестьяне Кидали свои полевые работы Фабричные оставляли свои заводы И все они шли к станциям А то и к полотну дороги У самого полотна стояли на коленях Все это под жаркими лучами солнца Уже с первой версты Поезду пришлось поминутно останавливаться Каждое село являлось Со своим причтом Со своими иконами Большая часть сел вышла Навстречу с хоругвями Совершенно исключительное И небывалое явление Казалось Что это не похороны Одного человека А совершается Какое-то грандиозное явление природы Так поезд подошел К Раненборгу Тут ждали гроб Крестьяне Села Спасского Дальше они его несли на руках 30 июня Под колокольный звон Гроб опустили В фамильный склеп Церкви Села Спасского Каким бы слоям общества Не принадлежали люди Всем им было понятно Что в лице Скобелева Россия потеряла Великого патриота Глубоко верующего христианина Человека громадного ума И недюжинной энергии До революции На территории Российской империи Генералу было установлено Шесть памятников Из которых не сохранилось Ни одного Самым известным Из них был памятник Установленный в Москве В 1912 году На Тверской площади Сложная и выразительная Композиция всадника на коне Имела всего две опоры Задние ноги лошади В 1918 он был снесен Во исполнение декрета О снятии памятников Царям и их слугам Однако в наше время В 2014 году По инициативе российского Военно-исторического общества В Москве Около здания Академии генерального штаба Белому генералу Был установлен памятник Именно такие герои Как Михаил Скобелев И Иосиф Гурка Олицетворяют мощь русского героя Воинскую славу России Которая добывалась Обычно в борьбе За историческую справедливость Так было Во время борьбы России За освобождение Балканских народов И с еще большим масштабом Это свойство Русского народа Проявилось в годы Великой Отечественной войны Когда героическая борьба Всех народов СССР Принесла свободу Порабощенному фашизмом Западу Возможно Сбудется и надежда Пророка-полководца На русский народ Который представлялся ему Ядром Обширной И разнообразной Евроазиатской Этнической системы Дающей безопасность Множеству самых различных Народов и народностей Системы Способны справедливо Решать задачи Внутреннего развития И побеждать Любого противника Россия простилась Со своим Былинным богатырем И вновь Встречается с ним Вернувшимся Из забвения На просторах Интернета Субтитры создавал DimaTorzok